Незаконное благоустройство. С таким парадоксом столкнулись жильцы 12 многоквартирных домов в Хабаровске. У них во дворе начались ремонтные работы. Деньги на это выделены из федерального бюджета. На весь город 108 миллионов рублей. В программу благоустройства вошли 59 адресов. И оказалось, что часть домов не имеет оформленных границ. Необходимо делать межевание. Это услуга платная. Межевание дачного участка стоит в среднем 5000 рублей. Оформление земли под гараж 2000. Сколько нужно заплатить за разграничение дворов зависит от их размера. Но кто возьмет на себя эти затраты? И как быть с дворами, где ремонт уже начался? Репортаж Ксении Брониславской. Жильцы дома 25 на улице Бондаря – участники федеральной программы по благоустройству дворов. Приводить в порядок территорию возле дома начали два месяца назад. Строители убрали бордюры, сняли асфальт с дороги и засыпали все песком. На этом работы прекратились. Внезапно выяснилось, что на участке не проведено межевание. Это значит, что границы двора официально не закреплены за конкретным домом. Уже два месяца мы ходим по песку. Вы посмотрите, что дома. Задержка произошла в связи с тем, что в вашей территории дворовой не оформлены кадастровые документы. На основании чего начались работы. С такой проблемой в Хабаровске столкнулись 12 участников программы по благоустройству дворов. Как заявляют в городском управлении ЖКХ, кадастровые документы могут оформить как собственники, так и администрация. На эти цели в городском бюджете предусмотрены деньги. В этом году администрации города Хабаровска выделено порядка 10 миллионов управления ЖКХ для того, чтобы реализовали мероприятия по постановке на кадастровых учет. В первую очередь тех дворовых территорий, которые участвуют в муниципальных программах по благоустройству дворовых территорий. Городские власти обещают уладить этот вопрос и возобновить работы там, где они были приостановлены. До конца года на кадастровый учет поставят все дворы, которые столкнулись с такой проблемой. Параллельно проведут инвентаризацию территорий, где работы по межеванию еще не начинались. Алла Баковкина, Ксения Брониславская и Виктор Казаров. Для программы новости.